Здравствуйте! Сегодня воскресенье, а значит самое время рассказать о новостях в сфере налогообложения и подвести итоги первой рабочей недели октября. 4 октября главой государства принято постановление о дополнительных мерах по совершенствованию использования контрольно-кассовой техники в сфере розничной торговли и оказания услуг. Нормативно-правовой акт предусматривает ряд нововведений. Так, с 1 января 2022 года физическим лицам, которые приобрели товары или услуги и отсканировали QR-код выданного им фискального чека с помощью мобильного приложения «Солик», будут возвращать на банковские карты 1% от суммы покупки. Сюда не входят чеки за покупку автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, расчеты по коммунальным услугам и услугам связи, а еще осуществление оплаты через операторов платежных систем. С 1 октября 2021 года внесены изменения в форму налоговой отчетности по налогу с оборота. В частности, в приложении «Первом» автоматически формируется совокупный доход по виду деятельности, осуществленный за отчетный период на основании сведений электронных счетов фактур, грузовых таможенных деклараций и сведений онлайн-контрольно-кассовых машин. С полной инструкцией, подготовленной специалистами Государственного налогового комитета, можно ознакомиться на сайте solik.us. 6 октября 2021 года за подписью руководителя страны издан указ о мерах по дальнейшему стимулированию геолого-разведочных работ и совершенствованию порядка налогообложения недропользователей. В соответствии с документом с 1 октября 2021 года ставка акцизного налога при экспорте природного газа устанавливается в размере 0%. Земельные участки, отведенные для проведения геолого-разведочных или изыскательных работ, теперь не являются объектом налогообложения земельным налогом с юридических лиц. А юрлицам, осуществляющим геолого-разведочные работы, возмещение суммы налога на добавленную стоимость производится не позднее 30 дней со дня подачи заявления. С 1 января 2022 года юридические лица будут обязаны регистрировать в налоговых органах договоры о предоставлении в аренду или в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества. Отсутствие регистрации договоров в сервисе ЕИДЖАРА будет признаваться одним из критериев высокого уровня налогового риска. В результате это может послужить основанием, чтобы временно приостановить действия свидетельства о регистрации налогоплательщика НДС, либо отклонить заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика НДС. Сейчас интерактивный сервис ЕИДЖАРА тестируется Государственным налоговым комитетом и на данном этапе позволяет вносить договоры, заключенные с 1 января 2020 года. Государственный налоговый комитет признан лидером в проведении открытого независимого конкурсного отбора специалистов на вакантные должности. По данным Агентства развития Государственной службы при президенте Республики Узбекистан, в системе Государственного налогового комитета за 9 месяцев этого года было объявлено больше 2200 вакансий. Это самый высокий показатель среди всех министерств и ведомств. В Фискальный институт при Государственном налоговом комитете продолжается прием выпускников Ферганского, Ташкентского и Бухарского налоговых колледжей с опытом работам не менее двух лет в государственных налоговых органах. На льготную двухлетнюю заочную форму обучения по программе бакалавриата, налоги и налогообложения. Дополнительная информация указана на сайте, который вы видите сейчас на экране. Язык – это душа нации, оплот развития духовности и просвещения в обществе. Узбекский язык вобрал в себя вековые ценности народа, сохранил этническое своеобразие и сыграл большую роль в формировании национальной идентичности. Каждый год 21 октября в нашей республике по традиции отмечается День придания узбекскому языку статуса государственного. В преддверии важной даты в стране в онлайн и офлайн форматах проходят мероприятия в поддержку родного языка. В челлендже с призывом беречь родную речь и воспитывать в подрастающем поколении уважительное отношение к родному языку приняли участие и сотрудники Государственного налогового комитета. Не просто слова, а глубокая философия, которая теплом отзывается в сердце каждого гражданина. Это были главные новости в налоговой сфере на уходящей неделе. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин